Помолимся. Господи, Ты собрал нас, как птица под крыло свое собирает птенцов своих. Благослови нас, чтобы нам было в этом собрании назидание и радость. Слава Тебе за все, Отец и Дух Святой. Аминь. Я предлагаю пятидесят испеть нам вместе. Иисус Души Спаситель. Номер пятьдесят. Я понял, так у нас сопровождения нет. Ну хорошо, мы так споем. Продолжение следует. 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 Дорогие братья и сестры, я благодарен вам, что вы пришли в Дом Молитвы и наше желание помолиться, пообщаться, послушать наставления Божьи. Я благодарен, что я здесь нахожусь уже во второй раз и вижу некоторые знакомые уже мне лица. Я благодарен вам, что вы пришли сюда. Я думаю, что вы пришли сюда, чтобы послушать то, что скажет нам всем Господь. Две тысячи лет назад в маленьком городе Вифлееме родился Иисус. Он родился в убогих яслах. Вы знаете, я даже не представляю, что происходило в сердце Марии, когда она держала маленького Иисуса на руках. Она кормила его, она заглядывала его глазки, прекрасно осознавая, что это Сын Бога Живого. Я не знаю, что происходило в ее сердце, не знаю, но я знаю, что произошло в моем сердце, когда не там, в далеком Вифлееме, а в моем собственном сердце родился младенец Иисус. И я знаю, что желание моего Бога, чтобы он не остался там маленьким младенцем, а чтобы он вырос в великого мужа веры. И пусть благословит нас Господь, чтобы, выйдя отсюда сегодня, мы вышли с Иисусом, который возрос в нашем сердце. Иисус, чтобы люди, видя нас, никогда не видели нас, но всегда видели нашего Господа Иисуса Христа. И о его чудном рождении хотел бы спеть песню. И дай Бог нам всем понимать, почему он пришел в этот мир. А самое главное, что для каждого из нас он сделал. Иисус Христа Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спит спаситель в детских колыбели Субтитры создавал DimaTorzok Спит спаситель в детских колыбели Спит спаситель в детских колыбели Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что там произошло И дай Бог нам в каждом дне приближаться Субтитры создавал DimaTorzok Для меня и для вас Однажды один из первых баптистских Таких богословов Александр Васильевич Карев На могиле своего умершего друга На траурном служении Произнес такие слова Он сказал Приблизительно следующее Он сказал Я не знаю лучшего бальзама Для души своей Чем служение нашему Господу И действительно Я не знаю как вы Но я проверил это в собственной жизни Когда мне было тяжело Я просто поднимался и шел Рассказать кому-то о Иисусе Хотя мне было тяжело Когда были трудности Какой-то христианской жизни Я просто поднимался Превозмогая силы И заставляя практически себя Идти и благовествовать И вы знаете На сердце становилось отраднее Ведь даже если мы сегодня Посмотрим вокруг Мы можем увидеть тех Кто нуждается в добром слове В нашей молитве В простом сочувствии И дай Бог нам Своё сердце Отдав руки Иисуса Христа Следовать за Ним Любя Его И окружающих нас И во славу Его Святого Имени Я хотел бы спеть песню Которая называется У Креста Моё сердце У Креста Положу Моё сердце Моё сердце Как розу Моё сердце В слезах Словно в каплях розы Разошлась Никто Никто Этот дар Сукровенный Не затенет крылом На лете Вороньё На печальной горе В самом центре Вселенной Будет сердце Лежать В распятье Моё Посетите Друзья Это скорбное место Где порят над землёй Над вселенной Кресты А когда мир придёт Царь во славе Воскресший Он поднимет земли Дорогие цветы Мой Господь дорогой Ты мне жизни дорож Мой Господь Мир скорей Ряди И пронзённой рукой Подними мою розу Моё сердце Господь Положи на груди И пронзённой И пронзённой рукой Подними мою розу Моё сердце Господь Господь Пошли на груди В прошлом году Моё сердце Я был на Кавказе Мы заехали в такой городок Небольшой С названием Беслан В этом городе Когда-то произошла страшная трагедия Весь мир Содрогнулся Мы приехали К школе Которая сегодня Стоит там В этом городе Где пострадали Сотни Ребятишек Где были убиты Сотни Преподавателей И Отцов И матерей Мы стояли Возле памятника Который стоит Перед школой Перед центральным Входом Полуразрушенного Здания Там был памятник Улетающим в небо Маленьким детям С крыльями Как у ангела Очень тяжелая Обстановка И очень тяжело было Это все Как-то воспринимать Мы поехали К пастору церкви С именем Таймурас У которого Пять детей В тот день Пошли в школу А домой Пришла Лишь одна дочь Мы были В этой семье И глядя на Его жену Особенно Я удивлялся И думал Господи Ну сколько же Ты этой женщине Дал силы Она накрывала Нас стол Улыбалась Мы поехали На могилы Эти Четверо Ребятишек Лежали подряд Оттуда Я поехал Во Владикавказ Там была Радиопередача У меня брали интервью Мы беседовали С братом Пастором Там Трансмировое Радио Транслировало Свою Радиопередачу Бог дал Такую Возможность И беседой С пастором Он спросил Что бы ты Хотел пожелать Радиослушателям Я только Вернулся Из Беслана И обращаясь К тем Кого я не видел Но их видел Бог Я просто сказал Вы знаете Мы приехали С Украины К вам Чтобы Просто с вами Помолиться И поддержать Вас В этом горе Я знаю Что не вернуть Ваших детей К великому Сожалению Навернуть Но я хотел бы Помолиться Вместе с вами И обратился К тем людям Кто слышал Что бы нигде В мире Никогда Не повторилась Такая трагедия И я сказал им Если вы хотите Чтобы мы вместе Помолились Я прошу вас Сегодня Придите В 5 часов Вечера Во дворец Металлургов Во Владикавказе Пришло Около 500 человек Вы знаете Страшная картина Практически Весь зал Сидел В черном Мы им Рассказывали О Боге Мы вместе Молились И мы Попросили Их Помолиться И отдать Свою жизнь В руки Божьи И около 40 человек В тот день Вышли В черных Одеяниях И черных Плотках Особенно Матери Матери И бабушки Настолько Скоротечно И написано В писании Что блаженны Умирающие В Господе И я так рад Что многие дети Которые Там лежали Умерли В Господе Мне показывали Такую книгу Написанную Об этих Детях Там были фотографии Этих всех детей Всех преподавателей Всех офицеров Которые погибли Там Всех родителей Которые Защищая Своих детей Также Погибли Там были Стихи Написаны Незадолго До этой трагедии Этими ребятами И вы знаете Что удивительно В их стихах И рисунках Которые были В этой книге Было столько Слов О вечности О небе О Боге Просто Удивительно Насколько Эти дети Маленькие Как-то Своей душой Чувствовали Вот ту трагедию Которая Потом Совершилась Дай Бог Чтобы наши дети Знали Бога Ведь если они Не будут знать Бога Мы не встретимся С ними В небесах А наша жизнь Она скоротечна И дай Бог Чтобы за нами Не приходила смерть До тех пор Пока мы Не научим Своих детей Молиться И любить Бога И я хотел бы Спеть песню Песню Молитву За наших Детей Молитву 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 О Господи Как кратко Путь земной Свечи мою забыть Стремиться Ветер Молитву 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Она сказала, хорошо, я вас проведу. Она пошла впереди, трое наших братьев, приехавших на посещение в церковь, шли за ней. Они смотрели по сторонам и, проходя мимо реминиционного отделения, заглянули в одну палату, там были стеклянные двери. И там лежало неподвижное тело мужчины примерно 50 лет. К нему были подключены какие-то проводки, что-то показывало, что еще теплится жизнь в этом организме, и что-то их остановило в этой двери. Они посмотрели на этого мужчину, лежавшего неподвижно, и остановим медсестру спросили, а кто это? Она, посмотрев удивленно на них, сказала, это мужчина, он лежит в коме уже третьи сутки, пойдемте, пойдемте. Но что-то удерживало их. Они спросили у него, можно мы зайдем в эту палату? Она посмотрела удивленно на них. Зачем? Мы бы хотели помолиться за него, сказали эти ребята. Она с удивлением пожала плечами, говорит, ну заходите, молитесь, ну только быстрее пойдемте. Они открыли дверь и зашли, и действительно, подойдя, увидели неподвижно лежащее тело 50-летнего человека. Приборы показывали, что там еще есть какая-то жизнь, хотя сверху ее было не видно. Они стали, взявшись за руки, и стали молиться, обращаясь к Богу. Они сказали, Господи, если бы хотя одна надежда есть, чтобы этот человек был спасен, мы Тебя очень просим, Господи, прояви милость. Они еще молились и сказали, Аминь. Они открыли глаза и увидели открытые глаза этого человека. Он смотрел на них. Они спросили его, ты нас слышишь? Он не мог говорить, у него не было силы. Он немножко кивнул и просто закрыл глаза, показывая, как он мог, что он слышит их. Они, обращаясь к нему, сказали, ты знаешь, может быть, еще просто одно мгновение, и тебе придется предстать перед Богом. И ты можешь предстать перед Ним, как перед грозным судьей, а можешь предстать перед Ним, как перед Отцом. Но у тебя есть возможность помолиться. Ты понимаешь, он снова моргнул. У тебя есть прекрасная сегодня возможность, помолившись к Нему, собрав всю свою искренность в своем сердце из глубины, попросить прощения у Бога. И тогда ты предстанешь перед Ним, не как перед судьей, а как перед Отцом. Ты понимаешь, он снова моргнул. Они сказали, если ты понимаешь, помолись. Этот человек из последних сил поднял вверх руки и шепотом прокричал, прости, Господи, прости. Его руки упали, его глаза закрылись, и он полетел домой к Отцу. Друзья, дай Бог, если в нашем сердце Бог останавливает нас и просит за кого-то помолиться или кого-то поддержать, дай Бог, чтобы мы не прошли мимо. И дай Бог, чтобы мы всегда слышали голос Божий. Ведь столько вокруг нас брошенных, искалеченных душ, грехом, наркоманией, алкоголизмом. И дай Бог нам не проходить мимо этих людей, которые нуждаются в спасении, точно так же, как и мы. А о том небесном доме, куда ушел этот 50-летний человек? О том небесном доме, к которому мы так стремимся, я хотел бы спеть песню, которая называется «Домой». Наш дом с тобой, мой друг, на небесном. Домой. 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 А ты плечо, где подставляешь крест внести. Домой, домой, где свет неземной. Домой, домой, где ждет святой покой. Когда приду к тебе, мой Бог, Творец, Возрадуюсь с тобой, а в небеса возложишь ты на голову венец. А я, Господь, паду в твоих ногах, и хоры ангелам со мной споют. Тебе хвалу и славу в тот же час ты мне дал, душе моей приют. Ты мой Владыка, Бог мой и мой Спас. Однажды к Иисусу подошли Его ученики. Они сказали, Господи, мы так много делали во имя Твое. Но помните, Иисус, посмотрев на них, сказал, Отойдите, я не знаю вас. Сегодня утром, общаясь с братьями в церкви, мы просто читали 49-й Псалом, Псалом Асав. О том ритуальном служении, которое нес израильский народ в период своего расцвета поклонения Богу. Это было не поклонение, это был ритуал. Там не было любви, там не было Бога, там был просто ритуал. И вы знаете, что я заметил, бывая, отдыхая с своими ребятишками на море, приезжая к своим родственникам, которые живут там, евангелизируя их и имея возможность побыть с ребятишками вместе, отдохнуть, я заметил, что все больше и больше людей становится в этом мире, которые носят на себе какие-то антрибуты христианства. Я видел, как стоял священнослужитель, стоял Мерседес, перед этим Мерседесом стоял на коленях владелец, видимо, этого Мерседеса, молодой человек, лет 30. Рядом с ним на коленях стояла, видимо, его жена и рядом с ней стоял на коленях их сын лет восьми. Священнослужитель ходил вокруг этого черного Мерседеса, стоящего тысячи долларов. Он все время освящал его своими молитвами и брызгал на него какой-то водой. Я посмотрел на это все и подумал, как жаль, что эти прекрасные люди не понимают, что Бог желает, чтобы они не освящали дома, машины, а чтобы они освятили свою собственную жизнь. Ведь не дом попадет в небо, не автомобиль, а наша бесценная, бессмертная душа. И дай Бог, чтобы она была свята перед лицом Божьим. И дай Бог, чтобы мы никогда и из уст Спасителя никогда не услышали страшных слов «Отойди, я не знаю тебя». И я хотел бы во славу Бога спеть песню послушать ее внимательно. Послушать. Господи, как страшно, Господи, Холодом поверила в душе. Господи, ты хочешь, Господи, чтобы мы всем говорим о тебе. Благодать, такая благодать, хочешь, пой или кричи, мы же у себя на твоих церквях только лишь поставим кресты. Ты придешь, ты скоро к нам придешь, и найдешь ли веру в нас. Боже мой, как страшно, Боже мой, если скажешь, я не знаю вас. Теплые, мы просто теплые, угасает плави любовь и теряя снова мы твой миг, и уже не слыша голос твой. Разбуди в нас веру, разбуди, разожди в нас верую любовь, чтоб, как прежде, мы с верой живой в небеса стремились за тобой. Ты придешь, ты скоро к нам придешь, и найдешь ли веру в нас. Боже мой, как страшно, Боже мой, если скажешь, я не знаю вас. ты придешь, ты скоро к нам придешь, и найдешь ли веру в нас. Боже мой, как страшно, Боже мой, если скажешь, я не знаю вас. Боже мой, как страшно, Боже мой, если скажешь, я не знаю вас. Время нам теперь спеть вместе. Давайте мы 196 с вами споем, сделаем это стоя с вами. Номер 196. О имя Иисуса, нам так сладостно оно. О имя Иисуса. 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 Продолжение следует...